Важная информация. На портале госуслуги зарегистрировано сегодня более 72 миллионов россиян. Популярностью он пользуется у людей в возрасте от 25 до 35 лет. Это экономически активное население, а также у пенсионеров 55-60 лет. На портале можно записаться к врачу, посмотреть пенсионный счет. Оплатить ЖКХ, оформить трудовую пенсию, подать заявление на замену паспорта. Посмотреть налоговую задолженность, а также оформить путевку на санаторно-курортное лечение. К тому же на портале госуслуг можно подать заявление на замену водительских прав и оформление загранпаспорта. Завести аккаунт можно на сайте госуслуги.ру. После регистрации аккаунт нужно подтвердить. Это была информация о портале госуслуг, который все популярнее среди работающего населения, но пока малоизвестен среди пенсионеров. Но вероятно, вероятно, пугают термины. У нас в гостях первый заместитель министра информационных технологий и связи Челябинской области Игорь Фетисов. Игорь Борисович, доброе утро. Доброе утро. Итак, ну вот смотрите, подтвердить аккаунт, я сам недавно это делал, для чего мы ездим подтверждать? То есть мы мало того, что мы регистрируемся сначала у компьютера, потом надо еще ехать. Ну, по сути, для чего? Это сделано для того, чтобы действительно система убедилась, что вы – это вы. Поскольку есть три этапа подтверждения, то есть первый действительно вы сказали, это нужно на портале зарегистрироваться, никуда не выходя из дома, при вам приходит смс с паролем, вы вводите и заходите в личный кабинет. Это первая стадия. Второй этап. Для того, чтобы вам открываются у вас на первом этапе одни информационные услуги. Для того, чтобы вам перейти на второй этап, вам необходимо ввести свои документы. Это паспорт, это СНИЛС. Они проходят проверку в федеральных системах, и это обычно занимает от нескольких часов до одного дня, и после этого вам присваивается уже стандартная запись. Открывается более широкий список услуг. И уже для того, чтобы вы могли, например, подать заявление на замену паспорта, на получение паспорта гражданина Российской Федерации, или на получение загранпаспорта, вам необходимо действительно системе, она же просто машина, доказать, что вы – это вы. Именно для этого существует так называемое подтверждение личности. Вы можете прийти в любой центр обслуживания, у нас на территории области свыше 400. Это МФЦ, это ЗАГСы, это УСЗНы, это офисы Ростелекома, естественно, это почта. А также новинка – те, кто пользуются мобильными банками онлайн, для банков Сбербанк и Тинькофф, в веб-версии пока, правда, есть возможность осуществить это подтверждение и создать сам аккаунт прямо в информационных системах. А в почтобанке это можно сделать и в мобильном приложении. Еще раз подтверждение необходимо для того, чтобы система понимала, что вы – это вы. А главное, что это доступно. Но если все-таки говорить о пенсионерах, то чем может быть полезен этот портал? Вот на самом деле, конечно, пенсионеры говорят, так мы уже что, нам от государства только пенсию получить. Но когда начинаешь разбираться, видно, что это не так, потому что пенсионеры, ну, к сожалению, да, они уже начинают болеть, да. И здесь для того, чтобы записаться к врачу и не ходить, не стоять, проставить очередь в регистратуре или по телефону это не делать, существует возможность записаться на прием к врачу через интернет. Пока это, конечно, многие могут сказать, ну вот, я там попытался записаться, но не нашел своего врача. Но мы понимаем с вами, что все идет, да, все идет достаточно серьезно. Главврачи формируют свои, значит, свою информацию вносят в систему, и появляется все больше и больше возможностей записаться именно к тому врачу, именно в ту поликлинику, в которую необходимо. Еще раз повторюсь, это просто время. Второй момент, что могут узнать пенсионеры. Есть определенные льготы, да, которые они могут получить, уже находясь на пенсии. Опять же, они могут подать заявление на получение, узнать о этих льготах и подать заявление, не выходя из дома, через портал госуслуг. Также федеральной системой генерируется такой инструмент интересный, как он называется «Мое здоровье». Это также вкладка в своем личном кабинете на портале госуслуг. И зайдя в него, вы можете видеть, каких врачей вы посещали, какие диагнозы вам поставили, какие лекарства вам прописали. То есть своеобразная история такая. Конечно, да. Ну, повторюсь, это начало, да, это только первые шаги, и это уже есть. Можно я задам последний вопрос? Вот прям такой, знаете, финальный и самый короткий в мире. Есть ли задача, вот сейчас уже 72 миллиона россиян пользуются этой услугой. Есть ли задача сделать так, чтобы каждый россиянин был зарегистрирован на госуслугу? Ну, говорите, что такая задача прямо есть. Ну, наверное, ее нет. Но дело в том, что мы видим по динамике. Жители сами голосуют за то, чтобы не ходить и не отстаивать эти очереди, не терять время. Они голосуют своими ногами, по сути. Уже свыше 1 миллиона 700 тысяч южноуральцев сделали свой выбор, и мы видим, что динамика только увеличится. Это ответ «да». Да, спасибо. Спасибо огромное. У нас в гостях был первый заместитель министра информационных технологий и связи Челябинской области Игорь Фетисов.